Это происшествие на ОТВ в студии Алла Согрина. Убивать не хотел, просто неудачно пошутил. Житель Снежинска, пугающий школьника бензопилой, пытался объяснить хулиганский поступок в суде. Слушать подсудимого не стали и вынесли суровый приговор. Подробности далее. Держит руки за спиной и хранит молчание Артур Фахаргалиев. Вслушивается в каждое слово судьи. Перед приговором не спал ни минуты и сейчас едва унимает дрожь в коленях. Судья озвучивает обстоятельства преступления и оглашает решение суда. Признать Фахаргалиева Артура Рамильевича виновным в совершении преступления и назначить ему наказание. Введен решение свободное на срок 2 года с отбыванием данного наказания в исправительной колонии общего режима. В суде Снежинска финал процесса по хулиганской выходке. Артур Фахаргалиев осужден за попытку бензопилой ранить школьника. Молодой человек признается, убивать никого не хотел, просто неудачно пошутил. Судья на реплику не реагирует и дает время осужденному попрощаться с родственниками. Мать вскакивает с места и бросается сыну на шею. Артур что-то шепчет на ухо матери. Женщина, унимая слезы, садится на скамью и достает пакет с личными вещами. Тапочки, сменную одежду, упаковки чая, сигареты. Все самое необходимое передает сыну. Полгода Артур находился дома под подпиской о невыезде. 25 февраля он украл из багажника чужой машины бензопилу. Включил ее и отправился на прогулку по улицам города. Инструментом кромсал асфальт, бордюры и бетонные столбы. А после стал пугать пилой школьника. Водил включенным инструментом перед лицом мальчика. Тот стал плакать и звать на помощь. Преступника спугнул прохожий. Оттолкнул хулигана и вызвал полицию. Была проведена судебно-пискиатрическая экспертиза. Но при такой ситуации, конечно, надо было обязательно выяснить. Она установила, что он осознавал все, что делал, был вменяем. В зале суда по Горгалееву надевают наручники и отвозят в колонию общего режима. Мальчик, которого пугал преступник, не пострадал. Но испытал сильный стресс и до сих пор боится один выходить на улицу. Подсудимый должен выплатить семье 35 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Ольга Марфенкова и Павел Чередниченко, ОТВ. Камиль Джамилов, избивший фаната трактора, задержан. Дебошира отправили в изолятор временного содержания. Сейчас преступника допрашивают. В ходе проведения дальнейших разыскных мероприятий с участием оперативников Центра по противодействию экстремизму было установлено его возможное местонахождение. По предварительной информации, конфликтная ситуация произошла в результате внезапно возникшей бытовой ссоры во время проведения досуга. Напомню, драка произошла 4 августа около 5 часов утра возле бара в центре Челябинска. Камиль Джамилов одним ударом снес с ног болельщика хоккейной команды «Трактор» Виталия Спиридонова. Пострадавший упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Сейчас Виталий Спиридонов находится в больнице и недавно вышел из комы. Дебоширу грозит до 7 мили от колонии. Пошел в клуб и получил смертельный удар. Скандальный случай произошел на крыльце ночного клуба в Миасе. Супруги не прошли фейс-контроли и стали спорить с охранниками заведения. Конфликт возник здесь, в ночном клубе в центре города около полуночи. По словам очевидцев, супругов не пустили на дискотеку. Женщина стала кричать на охранников, а потом на посетителя, которого приняла за одного из них. Мужчина не стал спорить с женщиной и набросился на мужа скандалистки. Ударил кулаком в лицо. Тот ударился об асфальт и скончался от травмы головы. Сотрудники заведения заявляют, якобы о случившемся ничего не знают. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть» и сейчас разыскивают нападавшего. Известно, что жертвой потасовки стал житель МИАСа по фамилии Андреев. Хотела искупаться, но сорвалась с обрыва и ранила ногу. В металлургическом районе Челябинска школьница рухнула в карьер. Видео по спасению девочки прямо сейчас. Девочка лежит на траве и боится пошевелиться. В лодыжке резкая боль. Спасатели бинтуют ногу, накладывают шину и кладут на носилки. За процессом сверху наблюдают встревоженные родители. Рассказывают, дочь гуляла здесь с одноклассницами. Позднее подруги признались. Девочка захотела искупаться и начала спускаться к водоему, но поскользнулась и полетела вниз. Школьницу с переломом ноги отвезли в больницу. Если у вас есть интересное видео, звоните. Телефон прежний 8 800 574 50. Встретимся на ОТВ в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин